Добрый вечер! Мы продолжаем нашу учебу «Короткий путь» в книге Таня, который начался с 18 главы, и мы находимся уже в 21 главе. В 21 главе это прямое продолжение, 20-е, прямое продолжение. Мы говорили в 18-19 главе, нам объяснили, что по сути «Короткий путь» это пробудить у нашей Божественной Души. Ее чувство, что она пользуется, то есть ее заложено в ней чувство, что она не может отделиться от Бога ни в каких обстоятельствах. Побудить ее чувство, что каждая из заповедей положительная, 248 заповедей, и отрицательная, запрещающая заповедь, 368, 365, то они, да, каждого из них, это идолопоклонничество, каждого из них, если человек нарушает или не выполняет, он как будто бы отрицал существование Всевышнего. А то, что заповеди запретительных 365, это как, связано с количеством дней в воду, 365 или не в воду? Может быть, но это не наше тему. Как будто легче запомнить? Да. Как будто легче запомнить? Вообще в ибрестский год нету 365 дней, а 350 чем-то, но не важно. Ну, потому что христианское. Нет, не христианское. Это, где говорят, реально, это по солнечной, солнечные дни, это 365. Да, есть. То есть, как это объяснить? Как доходчиво понять, что если я нарушаю закон Акашуута, это как будто бы я отрицал существование Бога. И если я не ходил в синагогу в субботу, это я отрицал Всевышнего. А если я сел и кушал некошерное пища, я отрицал существование Всевышнего. Как можно такого понять? Для этого мы начали тема, который объясняет единство у Всевышнего. что все, всего этого мира, начали с того, что всего этого мира, все существование, которое есть в нашем мире, и всех миров до него, это всего лишь выражение 10 речей Всевышнего. И мы начали объяснить, что у человека одно слово не занимает никакого значительного места у себя в жизни. Никакого. Как мы это объясняли? Очень просто. Когда человек говорит что-нибудь, я сознательно привел пример, что я моего сына говорил ему, что я его люблю. Для него это очень значительное слово. Очень значительное слово. Для него это может быть и менял жизнь, благодаря тому, что он услышал это в правильное место, в правильный смысл. То есть менял у него жизнь. И тем не менее, для меня, даже этих поворотных слова для него, для моего сына, полностью обратили его жизнь в другой жизнь, в другую русскую. Для меня, по сравнению с моего жизнью, с моим миром, этих слов ничего. Ничего. Потому что этих трех слов, я тебя люблю. Даже заложено с ними чувство. Они, по сравнению, количество слов, которые я могу выразить в моем жизни, занимаются очень, очень, очень незначительное место. И в количестве способностей, моей способности, вообще говорить, тоже вообще, вообще незначительное место. И по сравнению с моей мыслью, они вообще, вообще ничего не занимаются, никакого места. А по отношению с моих чувств, и в отношении с моим пониманием, этих слов, ну вообще, вообще для меня незначительное место. Несмотря ни на что. Несмотря, что это поворотных слова для него. Но для меня это ничего. Понятно? Есть одна недостатка в этом объяснении. Что, в конце концов, я эти слова сказал. И они занимались три секунды в моей жизни. И я уже их сказал. И я их не могу вернуть. И я не могу отменить их. Это было. И все. Та же самая, когда в Совышенному, если можем говорить так, говорил десять речей, он их говорил, то до того, что он говорил, до того, что он говорил, они были? Не были. А после того, что он говорил, они стали? Стали. Значит, есть изменения. До того не было этих речей. После того есть этих речей. Так есть изменения? Есть изменения. По времени есть изменения? Есть до, есть после. Есть изменения. То есть, этих десять речев, по логикам вещам, значительны как-то. Для нас, для него, как-то. Они значительны, они имеют место, правда? Так как мы можем сказать, что вообще нет разницы до сотворения мира и после сотворения мира? Вот есть разница. Сказали десять речей. Как можно сказать, что это вообще не занимается место? Занимается место. Вот есть мир. Вот есть десять речей. Как можно сказать, что нет значения? Есть значение. Так же, как объяснили нам, вот я говорил, я тебя люблю, моего сына, я это сказал, сказал, в этом было заложено какие-то время, занимались, время, которое я не могу вернуть, не могу вернуть, обратно могу взять эти слова, не могу, то есть есть значение, как могу сказать, что нет значения. Всевышний же не во времени, для него нету. Вот это 21 главе, она будет нам объяснить теперь, что даже это у Всевышнего нету. Мы, люди, мы не можем, что это не будет вообще заниматься ни время, ни место. Это невозможно. Я сказал, то сказал, в этом было время, заложено силу, я дышал, когда говорил это. Я стучал через связки, говорил это, мой язык шевелился, тоже говорил, все, сказал, есть. Да, это мало для меня, это очень мало для меня, это вообще незначительно для моего существования. Но я сказал, у Всевышнего даже это нет. Почему? Потому что мы ограничены. А он вообще не ограничен. Теперь надо понять это. 21 главе. Мы находимся в 125-я странице в нашем переводе. Выгиня. Мидас акадош баруху, шаллойке мидас босцар вудом. Таво, что сатвиствует человек, не сатвиствует богу. Шао дом, кшамедабр дибу, хакда челавек говорит что-то. Первый, что делает такая особенность, когда я говорю? Первый, что добр нефрод бифны ацмой. Добр, он существует. Нифрод отдельно от меня. Бифны ацмой он уже не моё. Это трёх, характеризующих, высших, которые касаются только речи. Первый, эти слова есть. Я тебя люблю. Они есть. Правда? Они не в кашу, в разных словах. Я их выделил. Я их выделил вместо в моей жизни. Я о них думал. Я тебя люблю. И тогда их говорил. Они занимаются местом. Занимаются местом в моей жизни. Нифрод. Они отделены от меня. Я уже говорил. Того, что говорил, я не могу взять. Оно уже отдельно от меня. Мысли я могу не отделить совсем. Я могу, что они будут затоплены в чувствах. А речь, я когда говорю, они отделены от меня. Есть я, есть мои слова. Это может быть разные вещи. Это есть разные вещи. А бифны ацмой отдельно от меня. Они разделены от меня. Это означает, что это уже слова не принадлежат мне. Они принадлежат моему сыну. Я, ну, уже не хозяин этих слов. Эти слова уже полетели. Они ушли. Они в другое место. У этих трех вещей существа, отдельные и другое от меня. Бифны ацмой это называется. Отдельное существуешь. Это сам по себе. Это уже все. Это полетели. Это уже не мои. Бифны ацмой. А когда мы говорим о речи Всевышнему? Речь Всевышнему, он не отдельный. Он не отделен от него. И он не принадлежит ему. Это все внутри него. И поэтому, кроме него, ничего нет. Вы поняли? Давай, объясните меня. Если уже вы поняли, давай поговорим. Это истина. Она не объяснима. А, ну, не объяснима. Можно закрыть книги и идти домой. А вы хотите дискуссию о том, что мы не существуем, потому что и мы, и все остальное, и планеты другие, и все, Вселенная, все находится внутри него. И поэтому, то, что он произносит, остается понятно внутри него. Если мы произносим, оно как бы выходит от нас, но какой-то имеет смысл, а оно из него не выходит дальше, потому что ничего нет. Я скажу того, что объяснил очень правильно. Мы, что делает нас мы, потому что мы ограничены. Если были не ограничены, то не было я и не было вы. Было одной какой-то массы. Ее нет. Почему? Для того, что будет я, вот я должен получить параметр, определенный образ, определенный телесный образ, определенный, по сути, душа какая-то или что-то. Я должен носить определенный месседж, который вы не носите. Каждый из нас должен носить свой вклад, в этом он другой, чем второй. Но, скажем это по-другому, есть большая разница между разделением в материальном жизни и духовной жизни. Например, ну это просто интересно, в чем разница между одного ангелом и другим ангелом? А? У него просто крылья покрасивее, да? В разных миров отличаются друг от друга, они отличаются по сути, не по-физически, по сути. Они носят другой месседж. Мы разделены физически. Я в этот квадратный метр, а вы в другой квадратный метр. Воздух, который я дышу, вы не можете дышать. Я занимаюсь моего определенного места, масса. В духовном мирове нет массы. Что там есть? Есть другой месседж, другое понимание. Это понимает это так, а другой понимает по-другому. Другой, по сути, месседж, мысль другой. Да? То есть, мы, в чем включается то, что мы сотворены? Что у нас есть определенный образ, по которому мы в него ограничены. И для того, что мы будем говорить, мы должны что делать? Делать какие-то шагов, каких-то вещей, которые делают разговор в разговоре. Если это будет верхний миром, это будет передача информации. Если это будет в нашем физическом мире, вот вы говорите. Физически вы говорите. Когда мы говорим о Всевышнем, это все внутри него. Это все внутри него. Другими словами, нам это важно, а для него это часть его проявления. Я понимаю, что это очень возвышенно, поэтому мы должны это переводить. Извышать, а для него не сможете. И так же. Потому что он не двумывается. Безумир. Двигается. «Этж, а Ash Blockchain. Как мы сможете. Так же. После этого. Боя. Осев. Извышать. Он не Dame-ан. Она очень подключится. Интересный, чтобы они выясняли. Он указывает. Он не было никаких. И не добрых. Иосев. Вы уз tous. Иосев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто-то может еще помешаться в этот квадратный метр, когда я есть тут. Нет, невозможно. Невозможно. Я не оставляю места никому в этот квадратный метр. Все. Это мое. Когда мы говорим о существовании Творцу, и Он запольняет все, и теперь будет сотворение. Что это значит сотворение? Что-то, которое чувствует, что Он носит еще что-то, кроме Него. Как такое может быть? Это немыслимо. Ну, как такого может быть? Для этого Совершенный делал то, что называется в Каббала. Он отгонял свой свет в сторону. Что-то значит отгонял свой свет в сторону. Тот, что называется в Каббале цинцум. Большой цинцум. Что такое отгонял свой свет? Что такое свет? Что такое свет? Свет это того, что я раскрываю от себе другим. Да? Цинцум. Сокращение, сжатие. То есть, Он сократил что? Он сократил того, что мы можем принимать от Него, если бы существовали. Объясню это. Благодаря чего мы можем существовать, если атомы здесь? В чем происходит, когда атом зарубался? Что происходит тогда? Другой атом для этого. Важно. Не важно. Не важно. Важно в том смысле. В чем? Энергия. Энергия вышла на душу. Что делает атом для того, чтобы не разорвать все в части? Закрывается. Он носит свою энергию внутри себя. И он направляет свою энергию сколько и где надо и как надо. Если бы он взорвался, что бы произошло? Невозможно. То есть, есть эта энергия. Есть эта энергия. Почему мы живем? Он ее внутри оставляет. Внутри себе. Он не раскрывает это на уши. Что? Давай, говори. Что тебе не нравится? Нет. Там есть физика, там есть физика. Давайте лучше духовной веры отдаем. А физику трогать не будет. Там все не так. Что не так? Давай говори, что не так. Когда выспорождается энергия с атома, она, как говорится, ничто не пропадает. То есть, вот переходят из одного состояния в другое состояние и так далее. Это все бесконечно. Это все в совершенстве. Все. Сомнений быть не может. Но это все материальный мир. Я еще вас хочу сказать. Что мне так я сказал? Давай, говорите. Что? Что не так? Атом, как говорится, вы сказали, что атом закрывает, закрывается. Я не говорю, что закрывается. Содержается в себе определенной энергией. Да. Что происходит, когда закрывается атом? Мы сомнажаемся. То есть, открывается. Да. Простые слова. Открывается, закрывается. Может быть, физика пользуется другим словом. Это называется в европе бекуа. Какая разница? Разница, что когда он закрытый, он позволяет нам жить рядом с ним. А когда он раскрывается, что происходит, он носит все. Что не так? Или хоть в другое состояние. Какая разница? Какое состояние? Ну, мы там не можем находиться в этом состоянии. Правда? Мы находимся там. Мы в материальном мире находимся. И вокруг нас постоянно все это происходит. Когда... Когда... Конечно. Мы сейчас перейдем к ядерной хитрике. Это вообще не так. А ну нет. Это... Поэтому давайте в духовный мир. Нет. Я сознательно иду в этом мир. Почему? Я хочу объяснить той точку. Точно той точкой. То есть, что это означает? Просто атом и его проявление, оно просто и так, и очень сильно похоже на это состояние. Допустим, когда что-то взорвалось. И сейчас мы не будем ходить, как это взорвалось. Я не физик. Не вопрос. Когда что-то взорвалось в... Этого, в Чернобыле. Мир выглядело так. Что такое? Что теперь не произошло? Нет. Кто-нибудь. Что не то? Все то, но вы гадко моё. Нет. Зарвали камера. Что не нравится? Что не нравится? Что случилось? Там прошла реакция бесконечная и так дальше. Пока это всё не... И что с того? Это совсем другое. Давайте я отлично... Градов. Чтобы перейти к материальному миру, нужно прежде всего определить термины. Энергии. Понимаете? Хорошо. А не определив термин, мы тут... Поэтому я согласен вполне с... Хорошо. Я ещё раз объясню себе. Я буду настойчиво объяснять то же самое. Придётся вам дослушать меня до конца. А если потом ваш мир не соглашится, мы будем ещё раз слушать. Хорошо? Это не зашло. Это... Не, не зашло. Это... Не, не зашло. Всё. Давай. Потихоньку. Когда... Когда... Зарвалось... Что зарвалось... Не важно что... В Чернобиле... Мир... Мир такой, с которым мы знакомы... Продолжался существовать. Продолжался существовать. Воздух был... Безусловно... Другой... Вот... Бетон был... Бетон был... Бетон был... Был... Люди жили... Жили... Дышали... Дышали... Ходили... Ходили... Что произошло? Освободилась энергия, которой... Мы... Не может... Не можем... Пропитывать... Внутри себе... Что-то... Что теперь нехорошо? Что такое... Какая разница? Да... Она исчезает. В油... В чем проблема? В чем проблема? Что они тут нетми? Что она? Какая разница... Как это называется? Какая разница ... Что там перешла в другое состояние? Какая разница с нами... Что вы хотите? Я вас реагирует. И давайте начать 거죠. Не могу понять вопрос... Ну или меня ругали... Что мешает? Давай... Надо говорить... Что мешает? Что я не говорю правильное название этого энергии? selon... Что мне мешает? А какая разница? Какая разница? Мы говорим слово, а что мы под ним понимаем, мы не определяем. Например, что надо понимать? Энергия, все такое энергия. Какая разница? Иначе это пустое слово. Да, это пустое слово, но это состояние. Это рисует с положением. То есть там... Давай я объясню это. Это важно объяснить. Я им скажу что вы правы. Вот описано определение. Процессы освобождения энергии. Ревлерун говорит все правильно. Вот по определению. Мы спорили с физикой. Мы спорили с физикой. Ты прошел до википедии? Господи, любое взрыво это освобождение энергии. Закройте выкипки. В маневшере энергии вы не понимаете. Да и не надо... Давай я скажу это еще раз нормально. Пожалуйста, послушайте до конца. Если после этого вам не будет не нравиться, я послушаю. Хорошо? Теперь до конца. Хорошо? Когда освободилась энергия. Энергия по какая-то неважная причина. Мне неважная причина в Чернобыле. Жизнь продолжалась одинаково для всех человечества. Люди ходили, делали, что-то жили. Тем не менее, тем не менее, рано или поздно сильно пострадали. Почему? Потому что эта энергия, которая освободилась, не позволила человеческой плоти жизни это пропитывать. Просто не могла. Что теперь не хорошо? Что того, что я говорил, неправильно. Но говорите, что неправильно. Плот не может существовать в состоянии большой реанимизации. Просто потому, что если, допустим, мы были на Марсе где-то, и там... Но мы не на Марсе, мы в этой планете. В чем проблема с того, что я сказал? Какая разница почему? Я говорю как есть. Как есть или как есть? Люди могли там жить? Нет. Ну не могли жить. Почему не могли жить? Потому что была энергия, которая не для них. Что еще надо? Надо просто вписать это как физик, чтобы успокоиться. Я не могу понять. В чем не то? Нет. Я хочу понять. Нет. Объясните, что не то. Вот тут есть публика. Объясни, что не то. Язык. А? Другой язык. Так язык поменялся. У меня луманный русский язык. В чем проблема? Мы не понимаем... Нет. Не в смысле русский, а в смысле понятий слов. Понимаете? Нет, не понимаю. Валерий Викторович, вы хотите, чтобы Греб Леон разговаривал сейчас с терминологией физики? Нет. Ну... Энергия пропитывает. Что пропитывает? Да какая разница? Радиация пропитывает. Ну какая разница? Я могу понять. Мы начнем. Потому что мы начнем понимать, что такое радиация. Зачем понять, что такое радиация? Мы же не физики. Да если не надо ничего понимать, то давайте в общем перейдем в духовную сферу и... Да нет, не в духовную. Я объясняю что-то. Я пытаюсь довести до какой-то понимания. Какое понимание я пытаюсь довести? Довести понимание такое. Объясню сейчас я. Хорошо? Есть. Я объясню, что я хотел довести. Довести к тому. Вот это вот Ваше. Хотел довести к тому. Что... Та энергия, которая освободилась и делала так, что люди не могли жить как раньше, или должны были уметь ездить, или почему-то что-то случилось с ней. Это потому, что она меняла вес прыжного. Она заполняла все, что было попрыжем. Что теперь нехорошо? Все хорошо. Она находилась не где людей. Это энергия. Это, не знаю, то слово, которое вам угодно. Не находилась где людей? Не находилась где? Где люди находились? Люди не могут. Замечательно. Она меняла все для того, что люди будут там жить. Правда? То есть люди там не могут дальше жить. Она поменяла тот состав, который позволяет людям там жить. Какая разница? Она меняла. Из-за этого причина людей там не могут жить. Это правда или нет? Люди там могут жить? Люди там могут жить? Можно жить в Чернобыле. После того... На уровне энергии человек не может жить. Замечательно. Не может жить. При высокой температуре не может жить. Ну, замечательно. Но мы говорим сейчас не о температуре. Радиации не могут жить. Вот именно радиация. Не могут жить. Не могут. Замечательно. Не могут жить. То есть менялись там условия для человеческой жизни. Замечательно. 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 Если мы говорим о присутствии божественного мира... Это как той радиации, которая не позволяет других существовало... Невозможно. Невозможно. Почему невозможно? Потому что это ломает их существование. Все. Теперь понятно. Понятно? Теперь понятно. Слава Богу. То есть физический мир, когда мы меняем какие-то вещей, благодаря любой разных вещей, атом, потому что атом меняет. Меняет что? Тепло. То есть это не огня, тепло, которое, если очень тепло, это извне себя меняет в другой. То есть если тепло, значит Солнце вернулось ближе к, я не знаю, тысяче километров, миллион километров в нашу планету и зажгла все. Это не проблема с планетой, это проблема с Солнцем. А когда мы говорим, то есть если каком-то чудо будет ломать все, что мы знаем, и вся физика будет ломать, и просто Солнце решит посмотреть на твое лицо поближе. И вернешься миллион километров ближе к нам. Что будет происходить? Это не проблема с нашей планетой. Проблем с теплотой, которая вне нашей планеты. Когда мы говорим о атоме, меняется что? Самое место. Самое место. То есть нам не остается места. Нам не остается места. Это не что вне нас причина, а проблем в нашей помещении. Вот у нас. Ну слава Богу, дошли. Когда мы говорим о божественном присутствии, божественное присутствие не позволяет по приори присутствие другое существование. То есть, почему, когда мы говорим о всевышнем, о его присутствии, это не позволяет другими существовать, потому что любое другое существование должно носить в себе смысл или место, или время, или месседж. Каждое из этих слов противоречимо по сути существования всевышнего. Вот я здесь, и всевышнему есть, и все равно мы смирились друг с другом. Причина, что я есть, причина, по которой я есть, есть того, что всевышнему себе скрыл перед нами. Он свой свет, тот, что называется в Кабале, свой свет скрыл, жал, цемцем. Вот это свет. Поэтому я начал говорить о атоме. Он не дает той энергии освободиться от него. Поэтому это позволяет нам почувствовать, что мы есть. Хотя это не так. Так мы есть или у нас нет? Для нас нет, для него нет. Для нас нет, для него нет. Так он же нас сотворил. Он этого хотел и его желает. Вот именно первый шаг к позволению, что мы почувствуем, что мы есть, не только мы, в северных мировах. Первое начало наше сотворение было скрыть своего личного энергии. Просто ее сжимать внутрь себе, что она не позволится нам почувствовать ее. Сейчас вопрос следующий. Ему, для него есть какое-то сокращение? То есть, что есть, то и было, нам не видно. А ему? То же самое. То есть, нет, для него то же самое, даже не вопрос меняется. Для него это того, что есть, то и есть. Мы не видим. Но того, что есть, то есть. Спасибо за интересный урок. Подождите, ребят, не так быстро. Вопрос у меня вон. Давай. Не по физике. Не по физике. Слава Богу. Смотрите, в первый момент. Я остановлюсь вас. Я почему настаивал об этом говорить. У Львовича Скорибе очень интересная переписка. С очень серьезных профессором. Профессор Грин, он был один из физики в 60-х годов. Который много чего открыли в физике в то время. Потом в конец его жизни закончил жизнь в Израиле. Один из очень важных профессора. Он был реально очень великий физик. Ребе сам, я не говорю сейчас о его официальном образовании. Ребе сам читал любую новую информацию и знания по науке постоянно. То есть все новых журналов, которые вышли, предложения, хаджане доктора, докторат или профессора, отправили к Ребе. Просто официально. Это было у него там, как это называется, у него было просто, как это называется? Мануй, я не знаю по русскому языку. Абонемент. По всеми библиотекам. И он че посты читал. Он соведомлен был во всем. Реально, очень-очень. И начали переписка. Этого профессора отправил очень возмущенное письмо к Ребе. Что вы назвали вот это неправильно по терминологии по физике, а это неправильно по терминологии по физике. И Ребе писал ему ответ. Что первое, я отвечаю моими ответами на идищ. И их переводит. Он назвал имя секретаря. Один из шести секретарей, которые находились у Ребе. Он переводит это из идища на английского языка. И он и физик. И он писал, как он понял этот перевод. Но, и он говорит ему, разница какая. По смыслу, по сути, одинаково того, что я говорил себе. Почему ты упираешься на терминологию? Объясню, почему это важно. И это разный взгляд между чистый мозг и ограниченной информацией. Чистый мозг пытается понять по сути, что это означает. А терминология ограничивает на согласованной нам удобной информации. То есть разница между энергией и другим названием никакая. Просто есть согласование между ученым. Что давай, если мы назовем энергией, мы друг другу поймем уже, не объясняя дальше. По сути, одинаково. Согласовано, называть это так. Это называется согласованный язык. Терминология согласована. Не более чем. Не более чем. Поэтому я понимаю, что это удобно. Пользоваться согласованный язык. Например, если мы пользуемся в кабале, тогда терминология будет о и хошах. Если мы будем говорить в Аллахе, это будет других терминологий. То же самое в каждой науке. Есть свой воспользованных, согласованных названий для того, чтобы легче общаться на одной волне. Но по смыслу, по сути, это одинаково. Продолжение следует. Продолжение следует...